Надев свой любимый праздничный наряд, Валентина Калиновна готовится встречать гостей. С ее лица нисходит лучезарная улыбка. О своей жизни Анапчанка рассказывает в безутайке, вспоминая самые счастливые моменты. При том, что судьба Валентины Гусько была совсем непростой. Жительница станицы Гостогаевской попала на фронт в составе зенитной части 426-го батальона аэродромного обслуживания. Двигаясь вместе с полком, они составляли синоптические карты для летчиков, определяли прогноз погоды и отправляли метеосводки в штаб. С боевыми товарищами Валентина Калиновна дошла до Венгрии и до сих пор вспоминает 9 мая 1945 года. Мы стояли в Белгороде. На окраине Белгорода был аэродром, и там наша была землянка. В этот день утром сообщили нам, что война окончилась. И все рядом зенитчики, было две зенитных батареи. Все разом выскочили, не видно было, кто мужик, кто баба. Все цеплялись друг на друга, и все ждали, что вот-вот конец света, наверное. Плакали все страшно. Этот день я никогда не забуду. А мы как раз стояли у женщины, у которой была ферма молочная. И оттуда рабочие, так что тогда рабочие нас боялись, не подходили к нам. А то и целовались, и обнимались. Этот день я никогда не забуду. Несмотря на кажущуюся хрупкость, Валентина Калиновна до сих пор обладает твердым характером. Во время войны тогда еще юная девушка совершила настоящий подвиг. Фашисты подожгли здание метеослужбы, а Анапченко вместе со своей боевой подругой сумели вытащить из пылающего дома всю аппаратуру, необходимую для авиации. За это Валентина Гусько была награждена медалью за отвагу. Вы символ, вы гордость большой станицы Гостогаевской. 34 года отдали вы своей жизни для того, чтобы воспитать тех людей, которые сегодня населяют станицу Гостогаевскую. Многие поколения детей, которые сейчас уже далеко не дети, благодаря вам выросли и воспитались именно в настоящем патриотическом русле. Спасибо вам за вашу отвагу, за то, что мы сегодня благодаря вам живем. С днем рождения ветерана поздравили президент России Владимир Путин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Поздравительные адреса ей вручил вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк. Столетний юбилей Валентины Калиновны, можно сказать, праздник для всей станицы. С теплыми пожеланиями конопчанки обратились военнослужащие, депутаты, казаки, школьники и местные активисты. Вы прошли очень правильный и жизненный путь. Вы постоянно занимались патриотическим воспитанием молодежи. И мы сегодня хотим сказать вам большое спасибо. Ну и главное, берегите себя, здоровья вам и удачи. В честь юбилея Валентину Гусько ждал еще один сюрприз. Торжественным маршем у дома ветерана прошли военнослужащие Анапского гарнизона, а в небо взмыло алое Знамя Победы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин